Эти питбули с бешеными глазами, как говорится, почувствовали кровь. Дворняжка, принадлежавшая Наталье, была жестоко убита этими псами. Питбули проскользнули в открытую калитку чужого полисадника. Дочь Натальи рассказала детали. Они сразу загрызли собаку, перегрызли горло. И потом эти питбули не отходили от трупа. Они догрызали. Они, получается, просто разминали череп вот этой собаки. То есть это было долго. Мы ждали полицию. Закрыли, чтобы эти собаки дальше не побежали кого-то грызть. Мы закрыли плесадник. В это время хозяин питбули спокойно курил у себя на крыльце, наблюдая за происходящим. Как говорят местные жители, он частенько бывает навеселе и практически ежедневно выпускает своих псов на самовый угол. От комментариев мужчина отказался. С собаками в Мервино вообще непросто. Частный сектор все-таки. Например, одна из местных жительниц завела себе целую свору собак. Соседи вначале думали, что это официальный приют. Оказалось, нет. Мы недовольны, что там 20 собак находятся. Они лают. Ответ им пишут, что они якобы гавкают только тогда, когда подходят к вольерам. Это неправда. Одну зимой козу съели почистую. Три собаки неизвестные. А весною бутерьер отстояли. Она до сих пор рваная, уши рваные. Клоки заметно, что она. Отстояли ее. Вот такие собаки. Это вот из этого приюта? Они сбежают оттуда? Они сначала сбежали. Приют не был подготовлен изначально. На встречу с местными жителями пришли депутат областной думы, префект и начальник управления общественных отношений. Рязанцам они обещали помочь. В первую очередь через обращение в управление ветеринарии. В депутатском запросе, которое я отправлю на основании заявлений жителей, я обращусь к руководителю управления с просьбой при проведении внеплановой проверки пригласить заявителя, меня как депутата, и соответствующих сотрудников администрации города для того, чтобы они присутствовали на этом. Что делать со свирепыми питбулями и самовольным приютом, власти решают вместе с жителями. Нужна, говорят, совместная стратегия. Документы на организацию приюта отсутствуют. Но вместе с тем нет прямого запрета на содержание домашних животных в рамках, допустим, отведенного границ своего земельного участка. Что это будет 5, что это 10, что это будет 20. Избавить мервенцев от страха могут и Роспотребнадзоры, и правоохранители. Но существуют и другие законные способы приструнить собачников. Например, через суд. Если собака при нарушении правил выгула, соответственно, иначе она не может принести вред какой-то другой собаке, значит, нанесла вред другой собаке, либо имуществу, то, соответственно, применяется вот эта статья, кодекса об соответствующих правонарушениях 6.3, и также возмещается ущерб, нанесенный пострадавшей стороне. Теперь Наталья остается надеяться на возмещение морального и материального вреда. Но она вместе с дочерью хочет более радикальных мер, поскольку эти же питбули терроризируют всю улицу. Совсем недавно загрызли кошку. Мне хочется просто избавить Мервинскую улицу от этих животных. Вот я не знаю, мне, я очень хочу, чтобы мне кто-то помог как-то законным образом это сделать. Потому что я боюсь, что дойдет ситуация до самоприкладства, я не знаю, их отравит животных, что-то сделают с этим соседом. Депутат областной думы Александр Ачалов пообещал для начала идентифицировать принадлежность питбули конкретно этому хозяину. Если они ничейные, будет работать служба по отлову. Штраф здесь тоже будет уместен. Что касается незаконного приюта, решено обратиться в Роспотребнадзор и для начала проверить, не превышен ли уровень шума от этих животных.